Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством, с творческими людьми. Элизабет Сидал, Великобритания, Лондон. Урожденная Сидал, британская натурщица, поэтесса и живописец. Большое влияние на братство при Рафаэлите. Изображена практически на всех ранних женских портретах Данте Габриэля Рассетти. Позировала Отеру Хоуэлу, Девереллу, Уильяму Холману, Ханту и Джону Эверту Милле. В частности, она изображена на знаменитой картине «Офелия», написанной в 1852 году. Родилась 25 июля 1829 года в многодетной семье рабочего из Шеффилда. С раннего детства помогала матери и сестрам в пошиве дешевых платьев. С 18 лет работала мадиской в шляпном магазине в лондонском районе Ковертгарден. Здесь в 1749 году ее встретил Олтер Деверелл и через свою мать предложил позировать ему. Я цитирую Википедию. Деверелла изобразила Элизабет в образе виолы в картине по мотивам пьесы Шекспира «12ая ночь». Бледная, рыжеволосая Элизабет олицетворяла собой в представлении прерафаэлитов тип женщины квартачента. Она стала настоящей музой для членов братства, отказавшихся от академических условностей и искавших новые образы для своих работ. Самая известная картина, на которой изображена Элизабет, это, конечно, Офелия. Картина имела успех у критиков и зрителей. Элизабет прославилась. Данте Гавриэль Рассетти познакомился с Элизабет в 1852 году в мастерской «Милле». Молодые люди полюбили друг друга и поселились в доме на «Чатом Плейс». Она стала постоянной моделью Рассетти. Страсть вдохновила Рассетти на воплощение сюжетов из истории Данте Беатричи. В картинах Паула и Франческо де Ремини, «Любовь Данте», «Явление Данте Рахилии Леи», «Женские образы» — это Элизабет Сиддал. Он поощрял ее литературное творчество и занятие графикой. Стихи Сиддал успеха не имели, но она стала известна как художница. Джон Рёскин назначил Элизабет стипендию за ее рисунок. Она единственная женщина среди художников, которая участвовала в выставке при Рафаэлитов в Расселл Плейс в 1857 году. Ее работы экспонировались на выставке британского искусства в Америке в 1858 году. Вместе с Рассетти Моррисом Берн Джонсом в 1859 году оформляла для четы Моррисов «Красный дом». В отношении Элизабет и Данте не все было гладко. Рассетти, несмотря на свою возвышенную любовь к Сиддал, никак не мог порвать связи с другими женщинами. Это Фанни Карнфорд и Энни Миллер. Годами здоровье Элизабет ухудшалось. В начале 1860 года она тяжело заболела. И тогда Рассетти пообещал жениться на ней, как только она поправится. Своди состоялась в 1860 году в мае. На следующий год, в 1861 году, она родила мертвого ребенка. Сидал впал в депрессию. Начали ссоры с Данте и припадки помешательства. 11 февраля 1862 года, после двух лет замужества, она умерла от передозировки Лауданума. Это опиум. Легенда гласит, что Рассетти нашел предсмертную записку жены, но по совету друга уничтожил ее, дабы избежать излишних кривотолков и полицейского расследования. Неизвестно, была ли это случайная ошибка или самоубийство. Рассетти глубоко потрясла смерть жены. Всю последующую жизнь он страдал от приступов депрессии, кошмаров, угрызений совести. Облегчение Рассетти находил в алкоголе, наркотиях. В память об Элизабете Рассетти написал Беатрикс, где представил ее образы Беатричи из «Новой жизни». Со смертью жены связана его последняя работа на дантовскую тему «Сон Данте». На похоронах Рассетти в порыве отчаяния положил в гроб Элизабета рукописи своих стихов и поклялся оставить поэзию. Но через несколько лет он решил опубликовать юношеские стихи. Чтобы их достать, приходилось скрывать могилу Сидал на Хайгетском кладбище. Книга стихов вышла в 1870 году. Этот поступок Рассетти шокировал его знакомых и друзей. Ну вот так вкратце о Элизабете Элеонор Сидал, натурщице, поэтессе и живописце. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok